Итак, самый добрый день. Сегодня 22 февраля 2014 года. Это Вруклин. Я бывший прохождный спортзал. У нас есть праздник, который я нашу праздник. Я что-то здесь. Это магазин Хаппиншаппинс. Чуть дальше, там видно, немножко бейли-фитнес-классинг. Да, я хочу в спортзал. Тема сегодняшнего видео, я думаю, небольшая такая тема, и я бы хотел посетить студентам-дживанщикам, которые на данный момент, наверное, готовятся к собеседованию в посольстве США и ищут себе job-оффер, ищут хороший job-оффер, ищут, чтобы его хорошо потянули. Ну, как бы сразу подтвердили. Конечно, это не быстрое дело. Сейчас очень много, очень-очень много мошенников, которые с вас просто так возьмут деньги, и кинут вас на job-оффер. Запомните одно правило. Платите за job-оффер только после того, как его вам подтвердят. Только после этого. Нормальные компании, нормальные job-оффера, которые вам предоставляют, они не сразу не просят сразу с вас денег, они как бы сначала подтвердят вам все это. Только после этого вы должны будете оплатить. на этом вот показать тверд. Здесь показать у нас продаж не очень хорошо видно. Ну, ладно, черт возьми. Себя я занимать не могу, потому что фронтальная камера у меня не очень хорошая, и поэтому наслаждайтесь видом. У нас сегодня очень тепло, в районе плюс 11. Погода налаживает славу, говорят, что в Нью-Йорк приходит весна. Слава богу. Потому что зима уже надоела. Давайте так вернемся к теме как я вам сказал, за job-оффер платите как и после подтверждения. Работу вы можете выбрать, конечно, любую, убивая вам по душе. В основном это работа на побережье, официантами, я не знаю, аниматорами и хаоскиперами. Чаще всего это хаоскиперы, потому что лето в побережье Атлантического океана наполняет туристами, поэтому потребность бизнесменов, которые имеют отели, хаоскиперы, очень большая. В прошлом году, конечно, когда я приехал сюда, 80% моих друзей, с кем я познакомился, приехали на работу, на локтерн хаоскиперы. Ветер очень сильно дует, не знаю, что получится. Наверное, будет уметь заранее ездить. Попытаюсь пойти в направлении ветра, чтобы не очень сильно было. Так вот, что касается работы, если у вас есть желание приехать и остаться, можно согласиться на любой уютный бокер. по приезду вы получите социал секьюрити, и потом спокойнее вы можете отказаться от своей работы по офферу и устроиться на любую другую работу, которая вас устроит. То есть, ничего сложного в этом нет. Мой вам совет, берите оффер, берите оффер с хорошей компанией, берите оффер, который вам будет непролетным. То есть, просто в посольстве очень хорошо проверяют и чаще всего вам могут отказать из-за того, что компания, которая вам предоставила оффер, какая-нибудь сомнительная, либо просто не очень хорошо, не очень славит своей репутацией. Так что, лучше, конечно, брать оффер в серьезные и большие и крупные компании. Вот. Что касается собеседования, наверное, собеседования, мне кажется, уже начались. Я точно не знаю. В прошлом году я проходил собеседование вообще в январе. То есть, я в январе уже получил визу. По поводу... В этом году, конечно, не знаю, что там с орган травелом. Просто пару вам советов моих. Это когда вы идете в посольство Америки, не волнуйтесь, не одевайтесь слишком ярко, броско, одевайтесь просто обыденно, серо. В прошлом году, когда я шел на собеседование, я был одет в серые кофти, в обычных джинсах и... то есть, никаких перьев, никаких розовых футболочек и, я не знаю, и обтягивающих джинс одевать не нужно. Это для американцев это слишком броско. Тут на самом деле в Америке и встречают по уму и провожают по уму, так что тут одежка значения никакого не имеет, поэтому старайтесь садиться как менее проще. Это первый мой вам совет. Второй, когда вы подойдете к окну посла, не волнуйтесь, наверное, самое тяжелое это скрыть свое волнение, потому что оно, конечно, вперед-вперед, потому что я, когда лично шел к послу, я очень сильно волновался, но я, конечно, позаботился об этом, я сам по себе очень, как сказать, очень эмоциональный человек, и я выпил пару таблеток спайкроительного, что мне, наверное, и помогло, собственно. Вопросы посол может задать любые, то есть от того, что чем будете здесь заниматься сухого едет и какая ваша любимая книга и какую музыку вы предпочитаете. То есть вопросы всегда разные, своеобразные, и поэтому попытайтесь впечатлить посла, потому что для послов в первую очередь имеет значение какие-то моральные качества внешние, наверное, как бы пытайтесь дать ему какое-то хорошее о вас впечатление, потому что это очень важно, я считаю. Так вот, скорее всего разговор между вами и консулом будет не более 3-4 минут, это занимается. Обычно они всегда улыбаются, всегда приветливые, и отказ вам дает тоже так красиво, знаете, извините, но не сегодня. Вот так, я такой ответ не слышал, слава богу, мне визу дали через 2 минуты после того, как я подошел к консулу, он буквально спросил у меня там 4-3 вопросы, я уже не помню какие, то есть, ну, такие относительные, сколько, зачем, куда, то есть, я буквально, ну, я поговорил с ним на спокойном тоне, так улыбался, пытался, как-то, пытался, чтобы он пытался произвести ему хорошее впечатление, в первую очередь, конечно, и самое важное, самое важное, это, конечно, это английский язык, английский язык очень важен, потому что как можно, как можно сильнее, как можно, как можно, как можно, как можно, его нужно вам хорошо подучить, потому что без английского сейчас в посольстве получить визу очень тяжело, я имею в виду J1, визу очень, очень, очень тяжело, по сравнению с прошлым годом, как бы статистика показывает, что в прошлом году отсели очень большой процент из-за того, только что, что очень плохой английский у ребят был, поэтому учите английский, подготавливайтесь, читайте форумы, в интернете очень много информации, очень много информации о том, как, 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 как получить положительный ответ, как подготовиться, какие вопросы могут быть у послов, как себя вести, то есть, куча-куча информации, не ленитесь, в любом случае, если вы, ваша мечта приехать в Штаты, ваша мечта приехать и увидеть Америку, вы, в первую очередь, не должны лениться, просто откройте Google, куча информации, я в прошлом году, я месяц, наверное, не вылезал из интернета, у меня постоянно была тема именно в Америке, как получить визу, то есть, очень много информации, положительной, которая именно мне пригодилась, я получил из интернета, в первую очередь, поэтому я вам советую, не ленитесь, каждый вечер по два, по полтора часа уделяйте именно этому. Учите английский, задавайте свои вопросы, мой канал для вас всегда открыт, спасибо то, что вы меня смотрите, спасибо то, что вы выделяете время моему каналу, ставите лайки, наверное, на этом все, если какие-то вопросы будут, задавайте, у меня есть там Facebook, можете добавляться ко мне в друзья, я не знаю, я всегда открыт, то есть, я всегда могу помочь какой-нибудь информацией, которая вам пригодится, потому что я сам в прошлом году был на вашем месте и сам, сам искал человека, которому ему могут помочь, поэтому всем спасибо большое, что выслушали, всем удачи, конечно, я попробую еще раз снять видео про про G1, посвящение, посвящу, конечно, прохождение посольства, более тщательное вам пытаюсь рассказать, но пока на этом все, я почти пришел уже домой, и поэтому всем здоровья, любите друг друга, и всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!